Здравствуйте! В эфире День города и Марина Комиссарова. Сегодня о событиях четверга, 19 октября, мои коллеги расскажут вам в своих материалах. Друзья мои, прекрасен наш союз. День лицеиста. Узнаем, что есть современный лицей. Грация юность. Всероссийский турнир по художественной гимнастике стартовал в Рязани. Есенин, Калаврат, Циолковский. Какие еще памятники есть в центре города? Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделимый вечен, писал Александр Пушкин посвящение своим друзьям-лицеистам. Именно Царскосельскому лицею сегодняшний праздник, Всероссийский день лицеиста, обязан своим появлением. И хотя в 20-21 веке многие школы стали называть лицеями, о практическом смысле такого переименования мало кто догадывается. Всероссийский день лицеиста – праздник с богатой историей, но в то же время достаточно молодой. В России отмечать его стали с 92-го года, но традиция эта была заложена еще в 19-м веке и связана она с учреждением Царско-сельского лицея в 1811 году. С 1818 в день его открытия, а именно 19 октября, бывшие воспитанники стали собираться на лицейские обеды в память о времени, проведенном в стенах заведения. Традиция эта просуществовала вплоть до 1918 года и поддерживалась всеми, кто обучался в лицеях Царской России. В России 19 века работало семь лицеев. Правда, многие из них в скором времени были закрыты. До революции 1917 года действовало всего лишь три лицея. В 20-м и 21-м веках лицеи, как лицейские традиции, продолжают возрождаться. На сегодняшний день в нашем городе функционируют два учебных заведения подобного уровня. И в одной из них лицея номер 52, во Всероссийский день лицеиста, мы и отправились в гости. Все учащиеся и гости этого лицея проходят через арку, практически копию той, что встречало учеников Царско-сельского лицея. Общая образовательная школа номер 52 была открыта в 1970 году, а вот лицеем она стала в 1990, благодаря педагогам и созданным ими инновационным образовательным программам. На первый взгляд, все как в обычной школе. Нарядные первоклассники, серьезные старшеклассники, беготня и игры на переменах. Но по сравнению с общеобразовательными школами, углубленное изучение некоторых предметов начинается уже с первого класса. Все классы с первого по восьмой класс лицейские. В девятом классе у нас идет предпрофильная подготовка, а на старшем звене, десятый и одиннадцатый класс, идет профильное обучение по различным направлениям. Физика-математическая, математика-экономическая, социально-экономическая, химико-биологическая. В этом лицея изучение экономики и основ финансовой грамотности начинается уже с шестого класса. С этого же возраста ребята могут принять участие в лицейском проекте «Мое дело» по развитию основ предпринимательской деятельности и получить знания от педагогов высших учебных заведений Рязани и Москвы. Наши лицеисты принимают участие в различных вузовских олимпиадах. Мы выезжаем в эти вузы, к нам приезжают преподаватели со своими лекциями, также дистанционно проводим занятия. Лицеисты ежегодно принимают участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах. Каждый год они отмечают только их праздники – День лицеиста и Виват лицей. Но это еще не все. Свой гимн, свой флаг, своя лицеистская клятва, которая сегодня на празднике прозвучит из уст первоклашек. 52-й лицей больше похож на маленькое образовательное государство, в котором у каждого есть свое удостоверение, а у лицея в целом есть даже свой президент. В этом году, победив с программой собственного блока, им стала Юлия Иванюк. Сегодня ей предстоит процедура инаугурации. Я учусь в 52-м лицея с 1-го класса. Где-то с 5-го принимаю активное участие в жизни лицея. По учебе учителям программа достаточно насыщенная. И мне нравится учиться в своей школе не только потому, что здесь отзывчивые учителя, которые пытаются донести, но и потому, что проходят регулярно какие-то мероприятия и праздники, такие как День лицеиста, Виват лицей, также Игра государства лицей. В этом году я стала лидером ученического самоуправления, стала президентом лицея. Конечно, отличия сегодняшних лицеев от того же Царско-Сельского весьма значительны. Начиная с того, что обучаться здесь могут все желающие, тогда как в 19-м веке в эти учебные заведения принимали только дворян. Ну а главное, что объединяет лицеи прошлого и настоящего, это действительно качественное образование. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Следователи подтвердили первоначальную версию взрыва в осеннем переулке. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Экспертизы показали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газом жителя дома, что привело к образованию газовоздушной смеси и ее воспламенению. В частности, был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком. Вследствие этого газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение, сказали в пресс-службе. Действия мужчины квалифицированы по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи устанавливают причины и условия преступления. Напомним, взрыв в доме в первом осеннем переулке произошел ночью 23 октября. В результате происшествия погибли 7 человек, 13 пострадали. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс сложных судебных экспертиз. В том числе в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Согласно заключениям данных экспертиз, установлена причина и механизм происшествия в жилом доме. На Всемирном фестивале молодежи одной из самых посещаемых и популярных площадок стала выставка роботов. Странные участники и ведущие производители робототехники представили здесь свои разработки. Достижения мировой робототехники, среди которых площадка по робофутболу, ходячий дом, автономный робот-инвентаризатор, призванный в будущем прийти на помощь к мерчендайзерам и беспилотный робомобиль. Последний принадлежит компании рязанских инженеров. Автомобиль Юниор – специализированный образовательный проект. С их помощью студенты овладевают навыками настройки, сборки и программирования робототехники. Он как раз таки рассчитан на студентов, он рассчитан на людей, которые занимаются программированием, которые в этом разбираются, но которые не имеют для этого инструмента. Поэтому компания «Аврора» его предоставляет. То есть мы видим перед собой как раз таки полностью собранный робомобиль, который позволяет загрузить программное обеспечение, на котором есть все необходимое оборудование. И при должном обращении, то в принципе можно запрограммировать полноценный беспилотный автомобиль. В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря 2017 года на работу филиалы Почты России будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности – операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Какую помощь они смогут оказать почтальонам, расскажет Валерий Седов. Вместо пиксельной – голубая форма. Здесь не выдадут ни автоматов, ни саперных лопат. Юношам, которые будут проходить альтернативную службу, предстоит обучиться нелегкому ремеслу операторов Почты России. Сейчас в почтовых отделениях города работают преимущественно девушки. Каждый день они, не покладая рук, трудятся на благо жителей города. Рабочий день здесь начинается в 7 утра, когда специальный автомобиль привозит почту. В день примерно письменной корреспонденции поступает порядка 3-4 тысяч заказных и такое же количество простых писем. В страховой почте поступает посылок в пределах 100. И мелких пакетов у нас очень много сейчас приходит из Китая, и интернет заказов много. Все осложняется тем, что всю входящую почту нужно обработать и внести в базу данных. Делается это для того, чтобы клиент смог отследить свое письмо или посылку через интернет. Все это нужно сделать до 12 часов дня, ведь в это время на адреса выходят почтальоны. На этой операции несколько хрупких девушек. И такое тяжелое утро каждый день. Вопреки распространенному мнению, работа на Почте России – дело не всегда женское. Прибывающие посылки достигают веса до 20 килограмм. Поднять такой мужчине-оператору труда не составит. А вот девушкам приходится не сладко. В настоящее время в Рязани уже проходит альтернативную службу несколько человек. Срок обязательной работы составляет 21 месяц. И весь этот период мужчинам выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска и больничные. Работа на Почте, но нелегкая для операторов, потому что они у нас универсалы. Им нужно почту принять, обработать, выдать извещение в доставку, обслужить клиентов на рабочем месте, в частности, принять и посылку, и коммунальные услуги, и отправить письмо, и денежный перевод. То есть операторы у нас универсалы. Поэтому молодые люди, которые к нам придут на работу, они помогут операторам, поэтому мы их ждем у нас на рабочих местах. По рассказам работников почтовых отделений, бывали случаи, когда молодые люди оставались работать в том же коллективе, где и проходили службу. В этом году ожидается, что ряды филиалов Почты России пополнят до 130 молодых людей. Будем надеяться, что такое количество призывников повлияет на работу почтовых отделений. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Суд признал законным обязательные электронные билеты в рязанских маршрутках. Городская администрация обжаловала решение Советского райсуда об отмене обязательных электронных билетов в маршрутных такси. Апелляцию рассмотрел Рязанский областной суд, сообщила его прислужба. Ранее районный суд удовлетворил иск прокурора, который требовал отменить норму, обязывающую коммерческих перевозчиков за свой счет оснастить машины терминалами для электронной оплаты проезда. Областной суд, проверив законность и обоснованность решения первой инстанции, не согласился с решением районного суда. Прокурору отказали в иске. Решение суда вступило в законную силу. Наша служба и опасна, и трудна. Правда, для сотрудников полиции важен еще и внешний вид, ведь они лицо города. 18 октября прошел строевой смотр Рязанского гарнизона полиции. Это мероприятие призвано проверить готовность полицейских к переходу на зимнюю форму одежды. Пасмурная погода ничуть не помешала провести строевой смотр. На плаце отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани выстроились сотрудники, представляющие все службы и подразделения полиции. Смотр проводили временно исполняющие обязанности начальника и заместители начальника полиции МВД России по Рязанской области, а также начальники ключевых подразделений. Первым делом руководители проверили состояние форменного оборудования, ведь основная цель – это выяснить степень готовности сотрудников к переходу на зимнюю форму одежды. Присматривались и к аккуратному внешнему виду полицейских. Здесь никто не подкачал. Следом проверялись служебные удостоверения, жетоны и нагрудные знаки подчиненных. Каждый при предъявлении своих служебных документов должен был четко и грамотно представиться. Ошибок здесь не сделал ни один сотрудник. Закончился строевой смотр торжественным маршем. Строевой смотр Рязанского гарнизона полиции прошел без каких-либо недочетов и ошибок. Руководство отметило достойный внешний вид и строевую подготовку своих сотрудников. Заправки Shell уже завоевали любовь автовладельцев всей страны. В нашем городе АЗС марки Shell также демонстрируют прекрасное обслуживание и предоставляют топливо высокого качества. Если раньше АЗС ассоциировались исключительно с заправкой, то сегодня водители предпочитают многофункциональные автозаправочные комплексы. На АЗС Shell автомобилисты могут не только заправиться качественным топливом, но и отдохнуть, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, порадовать себя ароматным кофе, свежей выпечкой и закусками. Для удобства клиентов на АЗС установлены банкомат и терминал. В магазине представлено более тысячи наименований товаров. Среди них особой популярностью пользуются фирменные под маркой Shell. Я вообще регулярно заправляюсь на заправках Shell. После заправки машина заметно шестрее. И обслуживание приятное, приятный зал. Качественное топливо, высокий уровень сервиса и отношение к каждому клиенту как гостю давно стало визитной карточкой автозаправочного комплекса Shell. Абсолютно на всех заправках клиентам предложат мойку стекол и фар, дали в стеклоомывателя и проверку уровня масла в автомобиле. А еще на АЗС Shell действует программа лояльности Shell Club Smart. Получить карту можно бесплатно на кассе. Для участников программы действуют уникальные предложения, скидки на топливо и возможность приобрести эксклюзивные подарки Ferrari и BMW. Оценить качество топлива и высокий уровень обслуживания может каждый автомобилист, ведь под брендом Shell в Рязани открыты уже пять АЗС. День следователей-криминалистов отмечают сегодня сотрудники следственных комитетов. Внимание к деталям, улике, мелочи, которые порой становятся ключом к разгадке страшных тайн. Это их ежедневный труд. Множество приборов, веществ, специальных приспособлений умещается в чемоданчик криминалиста. Все это может понадобиться ему в любую минуту. Привычный вызов, выезд на место происшествия, где нельзя упустить ни одной детали. Вот чемодан, с которым я выезжаю на места происшествия. То есть здесь все необходимые, скажем так, те вещи, которыми наиболее часто я пользуюсь на месте происшествия. То есть дактилоскопические лифтеры, порошки для изъятия следов рук. Экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить следы биологического происхождения, кровь, сперму. Искусство быть особенно внимательным и видеть все, что не заметил бы обыкновенный человек, постигается годами и становится привычкой. Хотя работа криминалистов по существу становится доказательственной базой в любом расследовании. Задача следователя – обнаружить все криминалистически значимые объекты, которые мы здесь заранее располагаем. То есть все следы, все предметы, которые могут иметь значение для расследования такого уголовного дела. Правильно их описать, правильно их изъять, упаковать. И, соответственно, грамотно оформить протоколы смотрами с происшествиями. То, что привычно для криминалистов, мы с вами могли видеть только в кино. Это монотонный и напряженный труд, от которого зачастую зависит, восторжествует ли закон и справедливость. В Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области на настоящий момент трудятся шесть экспертов-криминалистов. В Рязани открылись всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень». В турнире принимают участие представители 19 субъектов Российской Федерации, в том числе чемпионка мира в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта Александра Семенова из Санкт-Петербурга, победительница юношеских олимпийских игр Аненкова Ирина из Сочи, а также мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В течение трех дней в Рязани определяется победитель турнира под названием «Есенинская осень», открытие которого началось с показательного выступления юных гимнасток, напомнивших о том, на чьей земле проходят соревнования. Ромашки, русские народные красавицы, за всеми этими нарядами кроются настоящие борцы за победу. Многие гимнастки, начиная с четырех лет, ежедневно трудятся над собой, чтобы рано или поздно исполнить свою главную мечту – принять участие в Олимпиаде. А некоторые юные красавицы, как Рязанка и Елизавета Карасева, уже с двух с половиной, с трех лет сами начинали пробовать тренироваться. Родители не могут пропустить мимо глаз такое стремление. Девочек к гимнастике, и когда-то отправив их на первую тренировку, теперь уже сидят на соревнованиях и держат кулачки за своих красавиц. Соревнования не первая, занимается она очень давно. Перед каждыми соревнованиями папа волнуется, наверное, больше, чем дочь. Сегодня она выступала вторая участница. Это было примерно где-то начало десятого. Выступила она неплохо. Все, что она хотела, все она сделала. Это очень большой труд. Иногда даже можно поплакать, иногда раны бывают. Ну, ковер там, может, коленки вот содрать. А гимнастика – это хорошо. Там я вам советую пойти, кто не ходит. Это очень большой труд. Мне очень нравится заниматься. Тренеры все очень добрые. Все трудности гимнастки переносят достойно. Спорт вырабатывает у них характер и уважение к соперникам и тренерам. Московские гимнастки отмечают, что в Рязани сформирована достойная школа художественной гимнастики. А соревнования проходят на высшем уровне. Алина Арисова после недавно прошедшего чемпионата России в свои 14 лет в своей возрастной группе занимает 43-е место в стране. В Рязани я приезжаю уже третий раз. Ну, как бы по сложности. Я не сказала, что очень легкие. Но и как бы после чемпионата России через неделю сразу. Так что я уже не так сильно нервничаю. Сами гимнастки отмечают, что в этом виде спорта главная красота. Без нее не будет выступления и побед. И, конечно же, работа с предметами. Для того, чтобы отточить навыки, многие девочки тренируются по два раза в день. Вместе с этим успешно учатся в школе и умеют грамотно планировать свое время. В Рязани теперь есть все условия для того, чтобы наш регион смог прославиться великими спортсменками. Хорошие залы для тренировок и, конечно, проведение подобных соревнований. Все это открывает двери для развития гимнасток. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Евпатий Коловрат, Сергей Есенин, Константин Циолковский. Эти памятники знает каждый рязанец. Однако в нашем городе есть и другие, попавшие в объектив лишь самых наблюдательных горожан. Где сделать яркие фотографии, расскажем в следующем сюжете. Самая маленькая скульптура Рязани расположена на Лыбецком бульваре. Многие думают, что рядом с крошечной мышкой лежит огромный кусок сыра. Однако белый шар на самом деле является самостоятельной скульптурой, которая называется «Зарождение жизни». Ей исполнилось уже более 25 лет. После того, как здесь стали облагораживать территорию, занялись реставрацией скульптур, которые, к сожалению, за долгий достаточно срок пострадали от вандалов и, в общем-то, от непогоды, от времени. И вот это вот «Зарождение жизни», в общем-то, получило, так скажем, новую жизнь. Стало частью уже скульптуры с мышкой. Другое очаровательное животное находится на площади Театральной рядом с Приобанком и обладает волшебными свойствами. Свинья-копилка всегда была символом достатка и семейного благополучия. Однако исполнить она может абсолютно любое желание. Для этого нужно лишь подойти и потереть пятачок. Неожиданный сюрприз ждет гуляющих в Наташкином парке, который расположен напротив Рязанской филармонии. В его центре находится скульптурная группа «Мама с ребенком». Если спросить любого человека, родившегося раньше начала 80-х годов, то, наверное, любой скажет, что этот мальчик очень похож на того мальчика, который изображался на октябряцких звездочках. То есть маленький Володя Ульянов. Памятников Ленина, не считая бюстов, в нашей стране более двух тысяч. В Рязани их тоже несколько. Самый таинственный находится во дворе художественного музея имени Пожалостина, который предположительно прибыл сюда с территории психбольницы. От посторонних глаз его скрывает раскидистая ель. Мы все знаем, что Ленины, они разные бывают, да? Есть Ленин, который там с одной рукой вперед сам, или руку держит внизу, то есть различные позы. Но в зависимости от авторов, как раз памятника. Но вот автор конкретно вот этой формы – это скульптор Катихин. Наш город наполнен интересными скульптурами, знакомства с которыми поднимет вам настроение. Стоит лишь присмотреться и не полениться с ними сфотографироваться. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр» в поддержке предпринимательства Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир. Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция. Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50. Деньги под залог и скупка золота.